Меня зовут Заболотина Ольга Михайловна. Моему сыну 4 годика. Заболевание у нас, эпилепсия. Мы снимаем квартиру здесь. Я подрабатываю, чтобы нам хватало и покушать, и одеться, и обуться. Тоже ребенку приходится. Так, сейчас сошьем куртку. Кирилл сломал замок. Я, я сломал. Кирилл сломал замок. Также я подрабатываю маленькой нянечкой. То есть девочки, например, есть особенные дети тоже, которые мама заболела и тоже не с кем оставить ребенка, как мы вот с Антошей. Но единственное только, что с Антошей у нас никто не остается. Его все боятся, потому что когда начинается приступ, и девочки наши на площадке это все видели, естественно, друг другу все передали. То есть как, что это, они, Оленька, мы не то, что мы не хотим, мы просто его боимся. Мне уже 46-й год. Ребенок у меня, он один, и я о нем задумалась. И боюсь, что, ну кто знает, кому сколько. Вот только из-за этого. Пока я жила одна, у меня тоже не было жилья, не было ни родителей, ничего. Я снимала квартиру, и об этом не переживала. Сейчас вот второй год подряд я переживаю, потому что здоровье уже очень не то. Но об этом не стоит даже. Поэтому мы первый раз обратились в МФЦ, сдали документы. Нам пришел отказ. Нам объяснили, что у вас доход, это ваша зарплата. Как понять, наша зарплата? У меня доход, например, по уходу, мне с 1 июля добавили 5 тысяч. То есть у меня теперь 11. Я считаю, что да, нормально. Мы эти 11-12 отдаем за квартиру. Получается 14 у него. Но это же, чтобы лечить его, а не кушать и одеваться, обуваться. У нас все уходит в него. Поэтому вот он, как нам говорили, что не овощ. То есть из 10 или из 20 человек нам даже врач утвердил. Говорит, понимаете, два ребенка вышли очень легко из синдрома Весты. Сейчас оно маленько у нас опять возвращается. На фоне чего мы не можем понять. Я боюсь! Нет, ты не болеешь, у тебя все хорошо. Хорошо.